МАРЬЮШКА А тут он встал для нее один свет в окошке. Поутро проснется и к Ванюше просто лишний раз на него глянуть. А потом на двор дровишек наколоть. Печку растопит, воды принесет. Мог бы и сынок ей в этом подсобить, да жалко матери его будить. Потом его любимых оладышек напечет, укроет их заботливо. Когда Ванюша просыпался, Марья вовсю на лугу косой махала. Солнце бывало уже высоко, когда Ванюша сменял мать. Вообще-то парень он был к работе приученный. Да вот матушка сама его разнежила. Переделав все дела на огороде, Марьюшка садилась шить, чтобы об новой сына порадовать. Шьет, а душа сыне болит. А потому соберет еду в узелок и на луг. Пока сынок обедает и отдыхает, Марья за косу берется, все меньше Ванюши достанется. Вскоре сын все это как должное стал принимать. Все мы быстро привыкаем, коль во всем нам потакают. Если сына нежит мать, не придется ли ей страдать? Бывало, приготовит Марья ужин и сядет ждать сына с гулянья. Да измотавшись сзади, уснет прям за столом. И однажды случилось вот что. Глубокой ночью проснулась Марья. А ужин не тронут. И сына в избе нет. До утра прождала сына. Но так и не дождалась. Утром побежала к реке. Вдруг заснул где ненароком под кустом. Кликало его, отводя глаза от темных омутов. Потом по лесу металось. А уколо вдруг заблудился. Но все напрасно. Шло время. А Ванюша так и не объявлялся. Поползли по деревне слухи, что, видно, нет его уже среди живых. А то бы весточку матери-то подал. Одна Марья не верила в это. Каждый вечер готовила и оставляла на столе для сына ужин. Уж сколько слез она пролила. Но веры своей не теряла. И все ходила на дорогу. Ой, ты речка, ой, ты плес. Сколько горьких льется в слез. Тоска душу изведет, Когда мать сыночка ждет. Так пролетел год. Марьюшка осунулась, почернела. А потом совсем ослабела и слегла. Соседка привела к ней знахарку. Та наговорами и травами пыталась поднять ее на ноги. Но, прочитав в глазах Марьи смертную тоску, Шепнула соседке. Не жалится она. Зовите батюшку. Но только прочел священник молитву, Как вдруг села Марьюшка и устремила взгляд на дверь. Дверь открылась. И вошел Ванюша. Оборванный, босой, жалкий. Увидев батюшку в постели матери, Упал на колени и заплакал. А в Марью будто невиданная сила влилась. Бросилась она к сыну, Голову к груди прижала И ни о чем не спрашивала. Хоть долгу сын не оплатно за страдания твои, Ты прости его, мамаша, и обиды не таи. А потом истопила она сыну баньку, В чистое переодела, за стол усадила. И тогда покаялся Ваня, Что увязался он за цыганским табором И с ним колесил по разным далям. Лихо ему пришлось среди чужих. Понял, что потерял. Но ведь и слепой щенок к матери ползет. Простила его Марьюшка. Вот такая грустная история. Бабуль, давай я тебе помогу, А платье подождет. Анастасия 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 Анастасия